МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Попали в десятку. Чувашия вошла в число лидеров по количеству введенных мест в детсадах. Уроки с инновационным уклоном. В 120 школах Чувашии открыты классы робототехники. Дети в чрезвычайных ситуациях. В Чебоксарах открылась международная благотворительная выставка рисунков. Не допускать создания новых мест в детсадах в ущерб ясельным группам, а при необходимости привлекать прокуратуру. Такое поручение дал сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев главам регионов в ходе видеоконференции, посвященной доступности дошкольного образования. На открытие новых мест в детсадах из федерального бюджета была выделена огромная сумма о том, как регионы освоили эти средства и как на общем фоне показала себя Чуваша в репортаже Ольги Григорьевой. Дополнительные 50 миллиардов рублей. Это деньги, которые были предусмотрены исключительно на создание новых мест в детсадах. Беспрецедентная сумма, найденная с трудом, в условиях очень сложного бюджета с одной стороны и возросшей рождаемости с другой. Детсадов с каждым годом нужно все больше. В ближайшие годы правительство намерено ликвидировать очереди в ДОУ в несколько этапов. Сначала для детей от 3 до 7 лет, потом от года до 3. Премьер-министр торопит регионы с освоением денег. Дошкольное образование, напомню, у нас получает 5,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 7 лет, потому что мы сейчас в основном говорим вот об этой категории. Но еще почти 500 тысяч стоят в очереди, которые, как известно, к 1 нарях 2016 года быть вообще-то не должно. И люди ждут, что их проблема будет решена. Результат уже есть. 220 тысяч новых мест в садиках. Результат колоссальный, подчеркивает Дмитрий Медведев. Но этого недостаточно. В 20 регионах страны все еще ждут возможности пойти в детский сад более 10% детей. Ситуация с очередностью и решением проблемы на местах разная, как, впрочем, и с освоением денег. Это, разумеется, не самоцель, главное – результат. Тем не менее, на общем фоне Чувашев десятки лидеров наряду с Ульяновской и Амурской областями, Крачаевой, Черкесией и другими. Республика получила 615 миллионов рублей и с федерального бюджета вложила и собственные средства. У нас на 1 октября текущего года 302 ребенка в очереди. Это практически, можно сказать, текущая очередь. То, что мы говорили для детей с трех лет, мы разрешим к 1 сентября текущего года проблему, ключевую проблему, да, очередей, для детей с трех лет, мы практически его разрешили. Но мы не останавливаемся, мы говорили, что в 2015 году разрешим проблему очередей для детей с полтора лет. Каждый регион, согласно принятым дорожным картам, по-своему борется с очередями. Строят новые, реконструируют старые детсады, возвращают здания доу, создают альтернативные формы воспитания. В Чувашии предпочли возводить побольше новых садов. 11 должны появиться в этом году. Все-таки строительство новых дошкольных учреждений это более привлекательно для родителей, потому что там создаются современные условия, там есть максимальные возможности для развития детей. В этом году мы должны ввести 11, из них три мы уже ввели, до конца года еще будет введено в строй 8 дошкольных учреждений. Вместе с тем на повестке дня текущая очередность в детсадах. Рождаемость растет, на что обращает внимание руководитель регионов Дмитрий Медведев. Важнейшая социальная программа продолжится, конечно, с учетом того, как освоили средства главы регионов. Но впредь вопросы очередности в доу будут на совести региональных властей. Основное бедствие, связанное с детскими дошкольными учреждениями, мы преодолеем совместно, в те сроки, которые я и мои коллеги неоднократно объявляли. Но будущие стройки, будущие детские места, места в детских дошкольных учреждениях, все это должно идти в плановом порядке. Без овралов и без обращения в Москву, к федеральному бюджету, дайте денег на детский сад. Я надеюсь, это все понимают. Вот мы сейчас огромные деньги на это выделим, все вместе с вами эту программу доведем до логического завершения, все построим, дальше все уже вопрос вашего хозяйства. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика. Купальный сезон в Чувашии официально завершился почти два месяца назад. С 1 сентября прекращена работа пляжей, спасательных станций и постов. Закрыты места массового отдыха около рек и озер. Но на водоемах Республики продолжают гибнуть люди. В Комсомольском районе на реке Кубня утонула женщина. Три дня продолжались поиски. 25-летней жительницей села Комсомольское, которую после 15 часов 11 октября в теле никто не видел. Вечером близкие родственники забили тревогу. 14 октября тело погибшей было обнаружено в реке Кубня Комсомольского района. Тело утонувшее извлекли из водоема водолаза поисково-спасательной службы. О том, как прошел в Чувашии летний сезон и чем озабочены спасатели в преддверии зимы, в программе «Правительственная связь» сегодня в 20.00. Гость студии, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Ну а сейчас о погоде. Погода в доме, как ни крути, но для благоприятного климата в семье теплыми должны быть не только отношения, но и батарея топления. Большую часть города светом и теплом обеспечивает ТЭЦ-2. Насколько этот важный объект готов в зиме, сегодня проверили представители Ростехнадзора. Шумно, жарко, по километрам труб перемещаются вода и газ. Котлы работают, турбины вращаются. И все это семь дней в неделю, 24 часа в сутки. ТЭЦ-2 работает, чтобы городу было тепло и светло. За два десятка лет оборудование здесь останавливали полностью только один раз для планового ремонта. Чтобы Чебоксарская теплоэлектроцентраль работала без перебоев и дальше, руку на пульсе постоянно держит Ростехнадзор. В этот раз инспекторы проверяли готовность к отопительному сезону. Тепло в домах есть, в садиках есть, в больницах есть. Сфера социальная, сфера обслуживания просто напросто к жителям. При этом, согласно действию законодательства, определенная процедура. Это как организационные вопросы, технические вопросы, это просто законодательные вопросы, присутствие лицензии, присутствие страховых полюсов и в том числе и так далее. Сейчас на станции горячая пора, но готовиться к ней начали заранее. Фактически подготовка к зиме у нас начинается еще в марте месяце, когда еще не сошел снег, еще отопительный сезон продолжается. Значит, для чего это делается? Для того, чтобы своевременно отремонтировать оборудование, узнать его техническое состояние, провести своевременные закупки, получить материалы, значит, и своевременно сделать ремонт. Идти проверка будет еще несколько дней, но предварительный вердикт таков – к зиме готовы. Проводятся мероприятия организационные, технические, это состояние оборудования, это подготовка, аттестация персонала, специалистов, создание общего объема запаса резервов для ремонтных нужд. Это целенаправленное проведение мероприятий по антитеррористическим воздействиям. Комиссия оценивает ситуацию предварительно. Данное ТЭС-2 готово к прохождению отопительного сезона 2013-2014 года. Нарушения присутствовали, они выявлены, они по ходу работы комиссии устраняются, принимаются к сведению. В преддверии холодов комиссии работают и на других станциях и энергетических объектах. Главная задача – обеспечить жителям республики теплую зимовку. В целом по республике идут плановые проверки, они не завершены. Паспорта готовности подписаны 34 организации, теплоснабжаемся из 54, из 54. При этом выявлены ряд нарушений свыше 120, 130, 127, скажем. Прилишено к ответствии 6 юридических лиц, 24 должностных лица. Работа продолжается. Я, как тот же житель, как тот же обыватель республики, надеюсь, что совместными усилиями Ростехнадзора, Привозского управления, совместными усилиями глав администрации, совместными усилиями предприятий, надеемся, что катаклизмов в прохождении отопительного сезона в этом году не будет. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашии школьников начали приобщать к точным наукам с помощью роботов. В республике открывают специализированные инженерные классы. Причем не только в городе, но и на селе. К реализации образовательного проекта власти региона приступили в прошлом году. Поначалу это был всего лишь эксперимент, но он уже приносит плоды. Убедился в этом и мой коллега Дмитрий Ковалев. Сила инженерной мысли не знает предела. Девятиклассник 4-го Чебоксарского лицея Святослав Дмитриев не раз доказывал это на деле. Его последняя разработка – робот, который способен различать цвета. Возьмет к лишнями синий шар, если дать ему такое задание, но отвернется от красного. На то, чтобы создать эту программу, юноше хватило недели. Сложнее было оживить, собственно, сам механизм этой взрослой электронной игрушки. Во-первых, тут используется датчик цвета, датчик освещенности. За него пишется программа. Вот тут. Что если датчик регистрирует яркую поверхность, ну, светлую, он делает одно действие. Если поверхность темная, то он делает другое действие. Класс робототехники в лицее открыли еще в прошлом году. Эти уроки среди ребят сразу стали пользоваться особой популярностью. Роботы, созданные их руками, не раз одерживали победы в престижных конкурсах. Недавно инициативные лицеисты придумали модель, которая может обороняться от противников. А этого робота не сможет остановить даже стена. Собрали его ученики сороковочи боксарской школы. Спереди датчик стоит ультразвуковой, а вот сзади стоит датчик, ну, определяется на касание. Вот видите, видите. Он как сзади касается и останавливается, едет в другую сторону. На уроке робототехники только часть глобального проекта. Для тех, кто неравнодушен к естественным наукам, в школах Чувашии открывают инженерные классы. Преподаватели обучают детей по начальной вузовской программе. В 16 лет этим ребятам уже по зубам молекулярная физика и высшая математика. Элективные учебные предметы ребята изучают по направлениям машиностроения, радиоэлектроника, основу вычислительной техники с использованием ресурсов Чебоксарского электромеханического колледжа. В республике за два года открыли более 120 инженерных классов. Их оснастили новейшим оборудованием – специальными конструкторскими наборами, компьютерами, суперначинкой. На это из бюджета региона было выделено 12 миллионов рублей. Образовательный проект уже приносит результаты. Если в большей степени до этого ребята выбирали, как я уже говорила, даже на его гуманитарные предметы, то сейчас они начинают выбирать все больше и больше предметы физику, химию, биологию, информатику. И мы надеемся, что начало этой работы, реализация этого проекта будет способствовать все большему увеличению интереса детей к техническим наукам. Но власти рассчитывают на большую отдачу. Республике сейчас необходимы квалифицированные инженеры, программисты и физики. Но чтобы талантливые ребята оставались учиться в Чебоксарах, для них учредили специальные стипендии. Впрочем, растить будущую техническую элиту в Чувашии рассчитывают и при помощи кружков судомоделирования. Когда-то они были очень популярны среди учеников. В ближайшее время их тоже откроют в школах. Медрик Валев, Александр Петров, Республика. В Чувашии стартовала профилактическая кампания против гриппа. В Новочебоксарский медицинский центр на днях поступило более 6,5 тысяч доз гриппола плюс. В первую очередь, вакцину от гриппа должны получить все дети от полугода до 18 лет. Делать прививки будут в детских садах, школах и поликлиниках. Вакцинация детей от гриппа проводится бесплатно и строго по медицинским показаниям с учетом иммунного статуса ребенка, перенесенных заболеваний и наличия противопоказаний. В этом году прививочная кампания отличается от предыдущих. Родителям в обязательном порядке, в письменном виде придется оформить либо согласие, либо отказ от вакцинации детей. Без такого документа ни один ребенок не может быть привит от гриппа ни в детском саду, ни в школе, ни в поликлинике. Специалисты напоминают, прививаться лучше всего в сентябре-октябре, чтобы до начала эпидемии гриппа успел выработаться иммунитет к вирусу. Осенняя акция по озеленению Чебоксар проходит к завершению. До 21 октября в городе планируют высадить 14 тысяч деревьев и кустарников. Места для посадки определили заранее. В сквере журналистов, расположенном на перекрестке проспекта Мира и Ивана Яковлева, были посажены 200 кустов. Наш корреспондент Ольга Алексеева и оператор Александр Петров уже приложили усилия. На каблуках, кстати, не очень удобно это делать. В следующий раз нужно приходить в удобную обувь, как сделали мужчины. На каблуках или без, на время забыв про соперничество, представители СМИ города встали в одну линию и приступили к озеленению сквера. Задача журналистов – посадить 200 кустов с переи и калины листной. Трехлетние кустарники должны с легкостью прижиться, отметила Ирина Павлова. Город Марпасад – питомник, там очень хороший питомник, лесной питомник, он заложен давно. Значит, Министерство лесного хозяйства нам посоветовало брать там саженцы. Сквер журналистов заложили в октябре 2008 года. За пять лет существования он приобрел все необходимые черты. Кроме прижившихся ли, пту, елей и кустарников, здесь появились площадки для отдыха, установлены скамейки. В этом большая заслуга как журналистов, так и администрации города. Мы уже не первый год как бы сажаем, пытаемся облагородить наш сквер-союз журналистов. Уже года три-четыре, наверное, идет у нас посадка деревьев. И надеемся на хороший результат, что у нас будет он очень красивый. Озеленение – только часть работы по благоустройству территории в 700 квадратных метров. Для того, чтобы сквер заиграл всеми красками, необходимо разбить цветники, установить светильники и урны. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Неформальное общение, свобода мнений и открытая дискуссия. Именно в таком формате в Национальной библиотеке сегодня проходит второй Республиканский форум молодых библиотекарей. На два дня в Чебоксары съехались лучшие библиотекари республики, чтобы поделиться опытом, своими наработками, рассказать о проектах и просто пообщаться. Это уже третье подобное мероприятие за последние пять лет, организованное Министерством культуры Чуваши и Национальной библиотекой. Мне очень приятно видеть вас сегодня, почти 200 человек. И вот даже вчера были в Красноармейском районе, смотрю, одна молодежь, пришло все-таки новое поколение, которое мы очень надеемся будет развивать нашу библиотечную отрасль. Все, что наработано за эти годы, оно будет только приумножаться. Официально честь завершилась торжественной церемонией награждения лауреатов и дипломантов второго республиканского осмотра конкурса «Библиотека XXI века». Среди многих была отмечена и библиотека Раскильдинского сельского поселения Аликовского района за экологический проект «Живи родник, душа России». По преданиям старожилов, находится на территории нашего поселения семь источников. Вот найдены, выявлены два источника. Вот один источник, это святой источник, это мы благоустроили. Два года работаем над этим проектом, мы на этом не останавливаемся, еще предстоит многое сделать. Хотим создать туристическую тропу республиканскую. У нас при библиотеке работает мини-музей, там у нас очень много материалов, постоянно студенты приходят. Форум будет продолжаться два дня. За это время лучшие библиотекари проведут мастер-классы и тренинги. Состоятся встречи с представителями власти, руководителями общественных организаций и вузов. Организаторы планируют обсудить такие сложные вопросы, как положение библиотеки в контексте государственной молодежной политики, роль молодых специалистов в развитии муниципальных библиотек как фактора привлекательности малой родины, развитие библиотек в цифровую эпоху. Душой можно будет отдохнуть на концертах, а на выставке, которая развернулась в фае библиотеки, познакомиться с продукцией чувашского книжного издательства и изделиями народных мастеров. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Землетрясения и цунами, лавины и наводнения – и все это глазами детей. В Чебоксарах открылась международная благотворительная выставка рисунков «Дети в чрезвычайных ситуациях». Когда речь идет о выставке детских рисунков, люди обычно представляют себе незамысловатые работы с солнышком, цветочками и домиками. Однако у этих рисунков другое содержание. Уже в 13 лет обычный московский школьник Женя Бесараб знает, что мир хрупкий. А вот так выглядит война глазами четырехлетнего Саши. Дети из разных уголков России, в том числе Чуваши и других стран, попытались представить, каково это, когда над головой вовсе не мирное небо, а земля уходит из-под ног. Теперь их работы можно увидеть на выставке «Дети в чрезвычайных ситуациях». Я нарисовала землетрясения, потому что большинство в таких городах, где происходит землетрясение, там много людей погибает. Я сам никогда не испытывала этого, много раз видела на телевизоре по новостям. Ну а кто-то из участников выставки с темой своей работы знаком не только по телевизионным передачам. Я нарисовала наркотики, описала своего друга, потому что они тоже употребляют наркотики. Вот я хочу, чтобы он посмотрел на себя. Хотела на черном белом нарисовать специально, а не цветное, чтобы не было приятно. Наши дети, они неравнодушны к всему, что происходит в жизни, в окружающей. И им было очень интересно нарисовать то, что они чувствуют их отношение к этому миру. Отношение к тому, что не все благополучно в этом мире, что происходят такие ситуации, когда приходится детям выживать. И они вспомнили Беслан, нарисовали здесь работу. Вспомнили наводнения, которые были вот сейчас. Они по-другому смотрят на жизнь, не как мы. Более отзывчивые даже. Специалисты отмечают, рисунки на выставке детские, но побывать здесь стоит взрослым. Почему мы до сих пор 10 лет уже эту выставку проводим не только в России, но и за рубежом? Потому что, к сожалению, проблемы войны, террора, пожара, землетрясений, цунами, вы знаете, эти проблемы остаются. И человечество пока не в силах с ними справиться. Нам бы очень хотелось, чтобы вы помогли взрослым, или когда сами станете взрослым, справиться с этими проблемами. Эту выставку уже видели в Москве, Ванкувере, Лиссабоне, Праге, Истамбуле. И на Чебоксарах путешествие детских работ не закончится. В столице Чувашии выставка пробудет до середины ноября. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика. На национальном телевидении Чувашии стартовал новый проект «Ротация». Все, кто любит, а главное, умеет петь, приняли участие в первом кастинге. О нем мы рассказывали в наших выпусках на прошлой неделе. Вокальные данные, умение держать себя на сцене оценивали настоящие эксперты, радиоведущие, звукорежиссеры. У тех, кто не попал на первое прослушивание, есть второй шанс. Завтра, 17 октября, в Малом зале ДК «Трактора Строителей» состоится еще один кастинг. Благодаря проекту «Ротация» мы планируем открыть новые имена. Если вам больше 14 лет и вы с удовольствием поете на чувашском языке, то 17 октября вам обязательно стоит прийти на кастинг и продемонстрировать все свои возможности. Вокалисты, сумевшие пройти серьезный отбор, станут участниками нового реалити-шоу. До того, как попасть в эфир радиостанции «Таван Радио». Им придется многому научиться. Педагоги покажут, как писать тексты и музыку, дадут мастер-класс по умению держать себя на сцене. Занятия обещают быть насыщенными и интересными. После обучения артисты выйдут на большую сцену. На финальном гала-концерте исполнители выступят с собственной авторской песней. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok